Журналисты во всем мире становятся мишенью для авторитарных правительств, пытающихся усилить контроль над СМИ. Новое исследование организации «Репортеры без границ» показало, что запущенный властями цикл страха негативно отражается на свободе прессы во всем мире и в Америке. Некоторые считают его прямой атакой на основу демократии. Именно журналисты находятся в авангарде сил, которые заставляют правительство отчитываться перед народом и обеспечивают прозрачность власти. Журналисты, среди прочего, освещают ситуацию вокруг прав человека, расходах налоговых средств, полученных властями от населения. Без журналистов правительство могут вести политику, которая направлена на ограничение прав человека и приводит к расцвету коррупции. Кибератаки, аресты и похищения — это лишь часть из арсенала тактик запугивания сотрудников СМИ. Журналистов также убивают из-за профессиональной деятельности. Китай и Северная Корея по-прежнему числятся в списке худших нарушителей. Ситуация в Соединенных Штатах немного ухудшилась из-за проблемного политического климата, появившегося, когда журналистов, критиковавших высокопоставленных чиновников, в Белом доме обвиняли в написании фейковых новостей. Тем не менее, по словам журналистов, Конституция США защищает их и уполномочивает продолжать свою работу. «Разница между США и многими другими странами состоит в том, что в нашей стране царит верховенство закона. Оно существует и в общем и в целом уважается и соблюдается. Так, например, вещание «Голоса Америки» финансируется правительством. Но закон отделяет нас друг от друга. Мы действительно независимый голос». На Филиппинах постоянные угрозы со стороны президента Родриго Дутерте в отношении медиа привели к созданию враждебного настроя по отношению к прессе, в стране, где СМИ считались одними из самых свободных в Азии. Наблюдатели отмечают, что чаще всего Дутерте нападал на новостной сайт «Рапплор». В апреле Верховный суд Мьянмы оставил в силе 7-летний тюремный срок для двух журналистов агентства Reuters, арестованных за их расследование убийств мусульман Рахинджа в 2017 году. «Дело явно было подстроено. Это ясно из всех его деталей и аспектов. Один из свидетелей рассказал, что у него были записи об аресте наших журналистов, но он их сжег. Другой выступал со шпаргалкой, написанной на руке, чтобы помнить, что надо сказать. Третий пришел и рассказал, что им дали инструкции и указания о том, как надо подстроить ситуацию, чтобы полиция арестовала наших репортеров. У нас нет сомнений в том, что их арестовали, потому что они освещали эту бойню». В этом году статус страны с самой свободной прессой был присужден Норвегии. Общее число стран, считающихся безопасными для СМИ, сократилось.